Стамбул. Город на юге Европы и на западе Азии. С населением в 15 с лишним миллионов человек, а это более 18% населения всей Турции. Он занимает первое место по населению среди городов Европы. Правда, чтобы Стамбул обогнал Москву, в этом списке придется включить в расчет населения его азиатской части. Вот такой парадокс. В списке крупнейших городов мира Стамбул внезапно вообще четвертый, сразу после китайской тройки, включающей в себя Чунцин, Шанхай и Пекин. Но в этом рейтинге учитывается население внутри административных границ города. А ведь границы, это же такая условность. В Стамбуле внутри этих границ находится отнюдь не только сам город, но еще всякие холмы, леса и безлюдные морские берега. 15 миллионов это очень много, и мало того, что это город, где много людей, так это еще и город, у которого много имен, да и вообще в этих местах за последние 3000 лет произошло много чего интересного и важного для истории всего человечества. Но сначала разберемся с географией. Вот Босфор, он разделяет Европу и Азию и соединяет Черное море с Мраморным. Потом Мраморное море через пролив Дарданеллы соединяется с Игейским, а это уже практически Средиземное море. В европейский берег Босфора впивается Рог, то есть залив соответствующей формы, который мы называем Золотым Рогом. Как поэтично, сказали бы турки, ибо они вообще не заморачиваются и называют этот залив словом Халич, то есть Устье. Напоследок отметим, что Стамбул расположен в двух исторических регионах. Европейская часть города находится в Афракии, это юго-восток Балканского полуострова. Азиатская часть находится в Анатолии, это полуостров Малая Азия. Название Фракия не связано с Фраками, просто там когда-то жили племена фракийцев. Ну а Анатолия так уж и быть названа в честь Вассермана. История 675 года нашей эры, или 685 даже, никто просто не в состоянии сказать точно. К берегам Босфора прибыли греки и основали поселение вот здесь, на азиатском берегу пролива. Они назвали его Халкидон. Спустя несколько лет к берегам Босфора прибыли другие греки и основали поселение уже на явно стратегически более выгодном европейском берегу. Они назвали его Византий. Как отметил Геродот, они поселились напротив слепцов, намекая на то, что у основателей Халкидона было весьма странное представление о выгодном местах. Это местоположение для населенного пункта. Греки очень долго воевали с персами, и скоро персы забрали себе Византий. Только после битвы при Платеях, состоявшейся в 479 году до нашей эры, греки смогли вернуть Византий. Тогда все захваченное персидское оружие было перековано в змеиную колонну, которую и сейчас можно увидеть в самом центре Стамбула. Правда, там нет голов, их кто-то срубил. С персами разобрались, дальше Афины и Спарта пытаются решить, кто главнее, потом приходит Александр Македонский, потом снова внутренние греческие терки. В конце концов, к Византию подбираются римляне, которых местные власти решают поддержать в надежде на помощь в решении очередного конфликта одних греков с другими. Поддержали, попали в зависимость, а потом и в полное подчинение. Но нельзя сказать, что это было прям плохо. А нет, нет. Город очень неплохо развивался в первые два века римского господства. Однако в самом конце второго века нашей эры началась борьба за власть внутри Римской империи, которая свелась к противостоянию между двумя кандидатами, Септимием Севером и Песценим Нигиром. И тут Византий поддержал не того кандидата. Септимий Север победил и отправился разрушать Византию за то, что там поддерживали его противника. После трехлетней осады он все-таки вошел в город и разрушил там все, что только можно. Вот и поддерживаю после этого оппозицию. Через сто с лишним лет в 324 году император Константина решил, что неплохо было бы перенести столицу Римской империи из Рима, где как-то неспокойно, на восток, где вроде бы спокойней. На месте Византии он стал строить новый город, который он назвал просто Новым Римом, чтобы столицей Римской империи все-таки был Рим, хоть и новый. 11 мая 330 года состоялась торжественная церемония освещения новой столицы, о чем напоминает открытая тогда колонна Константина. Сейчас ее можно увидеть на площади Чемберлитаж. Да, тут, как и в Риме, тоже все в колоннах и обелисках. Константин организовал программу переселения жителей империи в новую столицу. Эта программа оказалась весьма успешной. К тому же вскоре Риму стали регулярно угрожать варвары, так что народ оттуда еще активнее повалил на восток. Уже очень скоро места в городе стало маловато, и народ начал селиться за стенами, построенными по указу Константина. Императору Феодосию II в начале V века пришлось строить новые стены. Именно их через примерно тысячу лет будут штурмовать турки. А еще почти сразу после смерти Константина город на месте бывшего Византии перестали называть Новым Римом и начали называть по имени основателя – Константинополь. Переносимся в VI век. Император Устиниан правит Византией, государством со столицей в Константинополе. Что было в период правления Устиниана? Было восстание, не как крупнейший бунт в истории Константинополя. Во время подавления этого восстания было убито 35 тысяч человек. А еще через несколько лет до города добралась чума, которая скосила 40% населения. Ладно, это все как-то мрачно, давайте найдем что-нибудь положительное. Глядя на карту, найти положительное несложно, ведь Византия на ней как никогда огромная, есть чем гордиться. А еще во время восстания сгорела базилика Феодосия, что, конечно, не очень здорово на первый взгляд. Но зато теперь на ее месте можно построить новый большой собор Святой Софии. Да, на это уйдет три годовых дохода всей империи, но заставить красиво. Дальше наступают сложные времена, причем не только из-за атак извне, внутренних потрясений тоже хватает. В течение восьмого и первой половины девятого века народ Византии никак не мог определиться. Вот иконы – это хорошо или все-таки плохо? После нескольких десятилетий споров византийцы все-таки пришли к выводу, что иконы – это хорошо. Проблема лишь в том, что к моменту окончания дискуссии в Константинополе больше не осталось икон, все уже было уничтожено иконоборцами. Именно поэтому практически вся иконопись в действующих и бывших храмах Стамбула относится к девятому веку или даже более поздним временам. Но что такое? Мы же говорим о крупнейшем городе Турции, а турок все нет. Где турки? Ненадолго перенесемся из Константинополя в город Манцикерт, который сейчас называется Маласгерт. Именно здесь в 1071 году состоялась битва между армией Византии и войсками турок-сельджуков. Итоги битвы. Византийцы проиграли, а император Роман IV Диоген попал в плен к предводителю турок Алпарслану. Да, Алпарслан поставил ногу на шею Роману и заставил его целовать пол, но в итоге Роман смог выкупить свою жизнь за счет части своих земель. За следующие несколько лет турки захватили почти всю Анатолию. Да. Что на это скажут западные партнеры? Западные партнеры проводят военные операции на Ближнем Востоке. Эти операции называют крестовыми походами, и основной фокус у них все же на освобождении Иерусалима, а не на спасении Византии, которая к тому же еще и выражает огромные сомнения в авторитете Папы Римского. А к тому времени Константинопольский патриарх и римский папа уже предали друг друга анафеме, оформив тем самым раскол между католической и православной ветой христианства. Константинополь для крестоносцев это всего лишь перевалочный пункт, где они ведут себя достаточно свободно, ибо это вдали от дома, да и не все тут учились хорошим манером. Помимо этого, влияние иностранных купцов из Генуи и Венеции, работающих в Константинополе, приобрело совершенно фантастические масштабы. Местным все это не нравится, и в 1182 году напряжение в городе возросло до такой степени, что православные устроили резню католиков, убив 60 тысяч человек. Ну а после этого состоялся очередной крестовый поход, четвертый по счету, который пошел как-то совсем не так. И чтобы раскрыть эту ситуацию, нам понадобится сверхпримитивное объяснение с помощью пейнта. Вот крестоносцы, преимущественно французы, вот венецианцы. Мы хотим доплыть до Египта и разбить мусульманские войска, удерживающие святую землю. У вас же есть корабли? Вы же Венеция. Да, у нас есть корабли. Сколько у вас? 33,5 тысячи. Ничего себе! Так, ладно, по нашему пресс-куранту это будет стоить 85 тысяч марок. Эээ, ладно, нас много. Наберем. Венеция, мае 1202 года. Ток-ток, мы пришли. Отлично, где деньги? Ну, нас как бы не все пришли, нас только 12 тысяч, и остальные сказали, что своим ходом доберутся. Вам нужно заплатить всю сумму, пока не заплатите, поход не начнется. Мы можем, конечно, еще нас крести, но этого не хватит. Тогда пойдем грабить Зару. Что? Грабить Зару. Зару? Зару, то есть задор, это наши конкуренты. Эээ, доброе. Город Зара, ныне задор, 23 ноября 1202 года. Спасибо за помощь, но вы все еще заплатили не всю сумму. А у вас есть еще конкуренты? Хм, есть Византия. Знаете, вообще-то, Папа Римский и так крайне недоволен тем, что мы тут грабим христианский город. Мы же все-таки крестоносцы. Смотрите, кто-то идет. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я исправящий Византийской династии. Сейчас должен был править мой отец, но произошел военный переворот. Его свергли, ослепили, посадили. Помогите нам вернуть власть. Пожалуйста. Я все сделаю. Я покрою долг перед Венецианцами. Заплачу 200 тысяч марок крестоносцам. Я предоставлю еще 10 тысяч солдат для крестового похода. И переведу Византийскую церковь под власть Папы Римского. Константинополь, 18 июля 1203 года. Вот мы только что взяли Константинополь. И знаете, что странно? Местные вообще никак не отреагировали на этого Алексея. Мы вошли с ним в город, а жители освободили отца Алексея и сделали его императором. Пришлось настоять на том, чтобы сын правил вместе с ним. Меня на самом деле больше волнует другой вопрос. Где деньги? Ох, сейчас. Алексей! 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 Но против Алексея к тому времени уже зрело восстание, ибо в попытке собрать обещанную сумму он налоги поднял до небес и церковную утварь начал продавать. И это уже не говоря о том, что аааа, опять эти крестоносцы в нашем городе, сколько можно уже? В общем, реакция крестоносцев на все это была очень жесткой. Если осада 1203 года завершилась всего лишь сменой власти, то осада 1204 года привела к тотальному разграблению города. И те, кто изначально должен был защищать ценности и идеалы христианства, в итоге принялись убивать христиан и разрушать христианские же святыни. После этого власть в регионе оказалась в руках католиков. Константинополь стал центром Латинской империи, хотя это мы сейчас называем ее Латинской. Правители этой империи считали ее все-таки римской, так же, как и правители Византии, называли свою империю римской. А мы ее называем Византией, просто чтобы не путаться. В XIII веке же вообще было целых три империи, представители каждой из которых называли свою империю римской, хотя ни одна из этих империй Римом не владела. В 1261 году отряд Алексея Стратегопола воспользовался тем, что основные силы Латинской империи покинули Константинополь, проник в город через тайный ход и взял город. Жители Константинополя счастливы, Византия восстановлена, вроде бы все хорошо, но турки не дремлют. И они рядом. К 1453 году они уже не просто рядом, они уже со всех сторон рядом. Во главе Византии Константин XI, или XII, там есть некоторые проблемы с нумерацией. Во главе Османской империи Мехмед II, которому всего 21 год. У нас сейчас в таком возрасте только бакалавриат заканчивают, или не заканчивают. У Константинополя есть мощные стены, а у Османской империи есть пушки. У турок даже была мега-пушка под названием Базилика, со стволом длиной более 8 метров, метавшая 500-килограммовые ядра. Ее изготовил венгерский инженер Урбан, или Орбан, который сначала, кстати, предлагал свои услуги Византии, но там ему сказали, денег нет и вряд ли будут, поэтому он пошел конкурентом. Византия тогда была в глубочайшем кризисе, население было очень маленьким, менее 50 тысяч человек. Лужники таким количеством людей не заполнишь. Между районами города зели пустыри. Район первый, расположенный на северном берегу Золотого Рога и населенный в основном генуэзцами и венецианцами, сохранял нейтралитет в битве между турками и византийцами. А Папа Римский, конечно, отправил несколько кораблей на помощь. Но это было все, чем он мог помочь. В том же 1453 году завершилась Столетняя война между Англией и Францией. Испания на тот момент еще не завершила изгнание арабов с Перенейского полуострова, а внутри Священной Римской империи одни немецкие княжества и воевали с другими немецкими княжествами. Так что в Западной Европе все были либо страшно заняты, либо зализывали раны. Рассчитывать на хоть какую-либо существенную помощь оттуда было бесполезно. 29 мая 1453 года, после 53 дней осады, Константинополь был взят. Многие храмы были превращены в мечети, в том числе и собор Святой Софии. При этом Константинопольский патриархат не только не прекратил свое существование, наоборот, он стал управляющим органом для всех христиан империи. Греки теперь жили в основном в районе Фанар, по-турецки Фанер. Да, это слово родственное русскому слову Фанарь. Соответственно, выходцев из этого района называли Фанариотами. В то же время северный берег Золотого Рога занимали представители народов Западной Европы, среди которых, как и во времена Византии, было много генуэзцев по национальности и купцов по роду деятельности. В 1475 году, на том месте, где когда-то был основан Византий, началось строительство дворца Топкапы. Этот дворец служил резиденцией османских правителей вплоть до 1854 года, когда султан Абдул-Меджид I решил переселиться в новый роскошный дворец Далма-Бахче. Дальше больше императоров, больше дворцов, ну а в начале 20 века империя распалась. 1920 год. Северский мирный договор предусматривал дележ территории современной Турции между заклятыми соседями. Армения должна была получить территорию, включающую Ван и Эрзурум, а также доступ к Черному морю. Это так называемая Вильсоновская Армения, ибо такой план предложил тогдашний президент США Вудер Вильсон. Греция должна была получить почти всю Фракию и окрестности из мира. Вдобавок к этому была идея решить курдский вопрос путем проведения референдума. У Франции и Италии были свои зоны влияния, а проливы Босфора и Дарданелла должны были быть демилитаризованы и переданы под международное управление. В общем, этот договор так и не вступил в силу, потому что среди турок вполне ожидаемо нашлось очень много несогласных с условиями этого договора. Несогласных и вооруженных. Пока Константинополь был оккупирован в Великобритании, Франции и Италии, а султан Мехмед VI принимал решение исключительно в соответствии с желаниями представителей оккупационных сил, в самом центре Анатолии, в сравнительно небольшом городе Ангура, заседало Великое национальное собрание Турции в логлаве с Мустафой Кемалем, которая отказалась ратифицировать Северский мирный договор. Союзники поначалу реагировали на Мустафу Кемаля и его соратников в духе «А это вообще кто?» Но в сентябре 1920 года войска Мустафы Кемаля вошли на территорию Великсиновской Армении, не позволяя занятию непосредственно армянам. И теперь уже существование не то что в Великсиновской Армении, но и вообще Армении оказалось под вопросом. Примерно та же ситуация стала складываться на всех остальных фронтах. Все это называется турецкой войной за независимость, которую кемалисты явно выигрывали. Пришлось снова садиться за стол переговоров, только теперь уже с Мустафой Кемалем. В 1923 году был подписан Лозанский мирный договор, который определил границы Турции достаточно близкие к современным. Оккупационные войска покинули Константинополь, а след за ними и последний халиф Османской империи. Мустафа Кемаля-Татюрк переносит столицу из Константинополя, которая ассоциируется с беспомощными султанами, в Ангуру, которая ассоциируется с борьбой за независимость. Ангуру переименовывают в Анкару, по-турецки Анкара, а Константинополь в Стамбул, по-турецки Истамбул, ибо теперь надо быть ближе к турецкому народу, а турецкий народ именно так этот город и называет. Имполин в город. Кстати, да, теперь у нас тут национальное государство и все такое, а греков между тем в Турции все еще очень много, да и турк в Греции немало, давайте меняться что ли? В 1923 году между Грецией и Турцией был проведен обмен населением, но Стамбул был в числе регионов, исключенных из этого обмена. Многовековая история греков в Анатолии подошла к концу, а вот закат греческой истории Стамбула был отодвинут на более позднее время. Сначала было введено несколько законов, явно направленных против национальных меньшинств. Например, введение налога на богатство в 1942 году, когда мусульманам надо было платить около 5%, а грекам 156%. И это не говоря уже о евреях и армянах, где размер налога был еще выше. В 1944 году закон отменили, но осадок остался. В 1955 году между Грецией и Турцией начали уже очень сильно портиться отношения. Причина – Кипр. Там активизировались греки, стремившиеся не только изгнать с острова Британцев, но и присоединить Кипр к Греции. В ответ турки начали организовывать всевозможные сообщества в поддержку турок Кипра и выходить на улицы с лозунгами вроде «Кипр – это Турция». А потом у дома, где родился Мустафа Кемалета Тюрк, произошел взрыв. Этот дом находится в Салониках, а Салоники – это Греция. И после этого в Стамбуле начался погром. Турецкие газеты тогда не сообщили о том, что взрыв в Салониках вообще-то устроил турок, и что этот турок был практически сразу арестован. В итоге греки после погрома и на фоне тревожной ситуации с Кипром начали массово покидать Турцию. В 1919 году греки составляли почти треть населения Стамбула, а сейчас их в 15-миллионном городе меньше 3000, что даже уже переводить в проценты как-то бессмысленно. За последние полвека в Стамбуле было осуществлено несколько крупных инфраструктурных проектов, призванных упростить переправу через Босфор. Катер – это, конечно, хорошо, романтично, можно чай покормить и чаек попить, но все-таки это очень медленно. Сейчас в Стамбуле три моста через Босфор – мост Мучеников 15 июля, он же Босфорский мост, мост Султана Мехмета Фатиха и мост Султана Селима Явуза. Последний был открыт в 2016 году. В 2013 году был открыт железнодорожный тоннель Мармарай, призванный связать европейскую железнодорожную сеть с азиатской. А с 2016 года из Европы в Азию можно попасть еще и по автомобильному тоннелю. Возможно, скоро тут будет еще один тоннель, на этот раз трехэтажный, как для автомобилей, так и для поездов метро. Да и сам Босфор скоро может потерять многовековое принципиальное значение для судоходства, ибо рядом хотят построить менее извилистый и более удобный канал, причем, может, даже не один, а два. На этом и все о будущем. А что тут есть уже сейчас? Что посмотреть? Византийское наследие города – это не только могучие стены и примыкающие к ним строения разной степени сохранности. Это еще и множество храмов, многие из которых сберегли свой византийский облик даже после превращения в мечети. Речь, естественно, идет о соборе Святой Софии, а также, в числе прочих, о церкви Хора. Оба эти храма, прослужив долгое время мечетями, сейчас стали музеями. А есть ли в Стамбуле действующий православный храм, который никогда не был мечетью? Да, и это церковь Марии Монгольской в районе Фенер. В тех же краях находится и собор Святого Георгия, резиденция предстоятеля Константинопольской православной церкви. А еще тут есть болгарская церковь Святого Стефана, и она чугунная. Ладно, что там у османов? Прежде всего, в 16 веке здесь работал выдающийся архитектор Синан. Он спроектировал мечети Шехзадея, Мехримах Султан и Рустема Паши, а главным его шедевром считается мечеть Сулейманье. В 1616 году напротив мечети Ая-Суфья была построена мечеть Султан Ахмед, она же голубая мечеть с шестью минаретами. По легенде, автор проекта вместо словосочетания «золотой минарет» услышал шесть минаретов. В итоге получилось больше минаретов, чем у заповедной мечети в Мекке, но благо Мекка была тогда в составе Османской империи, так что там просто взяли и достроили пару минаретов, чтобы рекорд в этом плане остался все-таки у Мекки. А уже в 19 веке был взят мощный курс на европеизацию вообще всего, и архитектуру в том числе, что проявилось в облике таких дворцов, как Белярбии, Йилдыс и Чараган, и, конечно же, Далмабахче. Авторами этих дворцов и многих других выдающихся сооружений того времени были представители известного армянского рода бальянов. Осталось ли в Стамбуле что-либо со времен Римской империи? Да, и это элементы системы водоснабжения. Над землей акведук Валента, построенный в конце IV века. Сохранившаяся часть акведука проходит на высоте 20 метров над землей, а ее длина 971 метр. Под землей несколько подземных водохранилищ, самые известные и крупные из которых называются цистерна базилика, по-турецки Еребатан Сарнаджи. На северном берегу Золотого Рога возвышается Галатская башня, построенная генуэсцами в 1348 году. Рядом находится одна из двух станций подземного фуникулера, который сейчас называется просто Тюнель. Он был открыт в 1875 году, и по сути это одна из первых систем подземного общественного транспорта в мире, старше только лондонский метрополитен. А еще тут находится крупная пешеходная улица, проспект независимости по-турецки и стекляль Джедеси. Тут вам и красивый старый трамвай, и уличные музыканты, и интересная архитектура, и вообще все, что только душе угодно. Вдали от городских кварталов, но все еще внутри административных границ Стамбула, находится деревня Полоноскёй, основанная поляками, которые вынуждены были покинуть родину после разделов Польши и неудачных восстаний против властей Российской империи. Сейчас тут по-польски говорит лишь несколько десятков человек, однако польские традиции здесь пока еще неплохо сохраняются, а к югу от азиатского берега Стамбула можно обнаружить принцевы острова, на которых, конечно, есть дороги, но только автомобили по ним не ездят. Исключение делают только для экстренных служб. В основном же народ перемещается на велосипедах или даже на фаэтонах. До этих островов обычные туристы добираются не так часто, и в Стамбуле еще много достопримечательностей, до которых способны добраться только необычные туристы. Этот город можно исследовать бесконечно, потому что каждый раз, когда ты думаешь, что ты здесь уже все знаешь, оказывается, что это только начало.